Работы на озере Дикой Утки продолжаются. Местные жители говорят, что останавливаться никто не планирует. День за днем вокруг водоема появляются кучи земли и строительного мусора. Откуда он берется, неизвестно. Также неизвестно, кто владеет этой территорией, но по словам рабочих, этому человеку принадлежат все 46 гектаров, то есть сразу несколько озер. Очевидцы сообщают, что уже уничтожены заросли тростника. Сейчас под удар попали места гнездования чаек, как обычных, так и редких видов. Закон о строительных работ оспаривают экологи. Существует федеральный закон, говорят они, о создании зеленых поясов, скелета, вокруг которого можно строить здоровый климат. В зеленый пояс региона входит около 1200 участков, включая озеро Дикой Утки. Это так называемая территория Р-6, то есть здесь строить нельзя. На место работ уже приезжали сотрудники прокуратуры вместе с органами контроля и представителями администрации города. Озеро до сих пор пытаются оставить экологи, а депутаты фракции КПРФ направили официальный запрос в полицию с требованием разобраться в ситуации. Вновь был направлен депутатский запрос в управление МВД по Рязанской области с требованием разобраться в сложившейся ситуации вокруг водоохранной зоны озера Дикой Утка и принять меры по недопущению ликвидации озера и окружающего ландшафта, а также проверить законность складирования мусора на этом участке, находящемся в пойменных территориях рек Акай и Трубиш, где не предусмотрена подобная деятельность. К большому сожалению, ответа из полиции получено не было. Как и не было ничего предпринято с их стороны по данному делу. На им подготовлены соответствующие письма на бездействие сотрудников полиции. Коммерческая выгода отдельных лиц может сильно окнуться на экологии нашего города. 22 апреля наша телекомпания выпустила сюжет о том, что от озера Дикой Утке прорыли траншею, по которой водоем и сливают соседнее озеро. А земляные работы продолжаются. Ситуацию с озером стараются придать огласке. Я, как главный редактор газеты Превокская правда, 29 апреля разослала все крупные СМИ письма с просьбой о том, чтобы активно и массово распространить сведения о том, что происходит с нашим озером Дикая Утка. Многие федеральные СМИ откликнулись, но почему-то до сих пор информации никакой не было. Мы и дальше планируем защищать озеро Дикой Утка и привлекать наших депутатов, коммунистов всех уровней для защиты данного водного объекта. 16 мая на медиафоруме вопрос о сохранении озера Дикой Утки задали президенту России Владимиру Путину. Он обещал разобраться в ситуации. Мы будем следить за развитием событий.